всем привет с вами эльдар муртазин поговорим сегодня про флип 3 про аппарат который надел уже много шума потому что продается на больших объемах 10 причин против 10 причин за я записал теперь поговорим про причины против и всегда меня укоряют в простых вещах начну этот ролик наверное с анекдота буквально который случился относительно 10 причин за а человек прочитал статью и в телеграм-канале у нас кстати говоря есть телеграм-канал он очень прикольный там много разных новостей и не только новости обсуждения в том числе приходите участвуйте приглашаю вас всех и так что у нас произошло произошло на следующий человек пришел прочитать статью 10 причин за и тут же кинулся комментирует что я тенденциозное что я неправильно пишу и придумал множество причин почему ему нужно купить этот аппарат но ни одной причины который бы толкнула от флипа 3 заказуха подумалось этому человеку что он собственно говоря и рассказал но формат у нас никак не меняется с точки зрения того что 10 причин за 10 причин против и сейчас в этом ролике мы говорим о том что не случилось чего нет в этом аппарате и что может вас оттолкнуть вы знаете я старую максимум о вкусах не спорят привык использовать жизни потому что одному нравится гречка другому нравится не знаю там морепродукты третьему вообще манка нравится манная каша потому что я не уже неожиданно узнал что молодое поколение что такое манка уже не знаю то есть вот люди 20 лет почему-то забывают что это такое 15-20 вот разброс такой у меня сейчас если говорить про вкусы кто-то говорит что это ужасное устройство она выглядит ужасно топорно сделано плохо почему сделано плохо непонятно но не нравится дизайн знаете такой бывает ну и в общем-то в спорить о вкусах бессмысленно кому-то нравится кому-то нет я не могу сказать что это вершина дизайна безусловно нет это не самая красивая вещь на свете это не венера милоская ни разу хотя ее я тоже не считаю уж такой красивый ну и тем более это не венера вельфиндорская который многие из вас наверняка любят и вот как такой символ материнства наверное воспринимается многими я уверен что папу сорентина многие смотрели поэтому там она фигурирует это отсылка скорее к сериалу что я хочу сказать про этот аппарат в раскрытом виде это обычный смартфон который не вызывает никаких вопросов достаточно тоненький закрытом виде это все-таки необычная модель и вот эта имиджевая составляющая подкупает но если вам не нравится как он выглядит закрытом состоянии наверное смотреть на него не стоит дать посмотрим ближе тут есть с точки зрения дизайна еще один изъян про который хочется поговорить итак давайте посмотрим на этот аппарат и получается что следы от рук он собирает вот это стекло собирает практически моментально если говорить вот про конкретно цвет темно-зеленый который у меня следы от рук ну практически вы будете вот так 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 что то будете делать чтобы их не оставалось и дальше снова собирает следы от рук поэтому я хочу вам сказать что этот аппарат конечно в этом плане может кого-то раздражать я наверное следующий момент сразу перейдем потому что он крайне важен и важность его заключается в имиджевой составляющей нельзя принять звонок на этот аппарат то есть вот вам кто-то позвонит вы увидите номер давайте позвоню я наверное себе но ответить на звонок можно только раскрыв аппарат не будут звонить раскрываете аппарат и у вас идет ответ на звонок это единственный вариант если у вас нет гарнитур если у вас есть гарнитура отвечаете собственно с внешнего экрана и все у вас хорошо открывать аппарат не нужно почему это проблема своего рода потому что скоро зима зимой мы носим перчатки на улице доставая аппарат открывая его в перчатках он не так удобен для раскрытия в перчатках перчатки вечно мешаются не у всех они кожаные в общем шестяные или там хб перчатки могут соскальзывать одним словом не очень удобно следующий момент который я хотел бы следующие даже два момента и две причины которые могут вас отвратить от этого аппарата они что называется видны на поверхность загружают скрипт сайта соответственно фейсбука когда он вышел к реально серьезно понять что происходит люди не дают себе воли что случилось поддержка операторов звонили писали огромное количество значит что происходит основной динамик находится на нижнем торце второй динамик находится вот здесь динамики не то чтобы разбалансированы просто этот динамик всегда громче всегда справа звучит громче это причина для тех кто смотрит не youtube а например смотрит видео любят смотреть видео и это конечно может быть проблемой вторая проблема которая на мой взгляд намного серьезнее чем это она заключается в том что здесь есть залом многие не любят сгиб внутреннего экрана вот этот залом когда я смотрю вот я располагаю аппарат прямо перпендикулярно на камере я думаю что вы его не видите как только я поворачиваю к себе залом проявляется и если у вас есть внешние источники света он начинает бликовать и играть к этому плюс-минус привыкаешь но тем не менее залом безусловно есть во время работы клавиатура в нижней части аппарата вы практически здесь в отличие от фалда к слову сказать практически не прикасаетесь к этому залому но если вам это не нравится об этом стоит помнить следующий момент крайне важный на мой взгляд это время работы этого аппарата это причина номер пять потому что аккумулятор здесь небольшой аккумулятор 3300 миллиампер час он располагается в двух половинках верхней в нижней то есть аккумулятор распределён по двум частям корпуса и мы знаем что такая конструкция имеет ряд встроенных изначально недостатков например в момент когда у вас остается 5 не 50 а именно 5 процентов заряда считается что у вас батарейка сдохнет на глазах особенно если вы на улице где прохладно еще даже не минус говорите или что-то делаете буквально пару минут и батарейка садится это конечно очень и очень плохо так как две батарейки заряжаются они крайне долго 90 минут то есть полтора часа полтора часа это много но самый большой минус что аппарат получился по времени работы достаточно дохленьким аналогичный аппарат по форм-фактору ну там с 21 ультра с 21 плюс они дают 5-6 часов работы экрана при исходной нагрузке при исходных возможностях здесь же мы получаем всего лишь два два с половиной часа работы экрана от одной зарядки поэтому мы говорим о том что этот аппарат не для тех кто играет не для тех кто называется тяжелым пользователем это скорее для тех кто хочет получить ну максимум возможного в компактном имиджевом корпусе но надо понимать что если вы тяжелый потребитель используйте свой аппарат на все 100 то покупать этот аппарат наверное точно не стоит даже исходя из имиджевой составляющей следующий момент стоимость аппарата пытались снизить поэтому здесь есть широкоугольная камера и есть основная камера если говорить про качество фотографии это уровень флагманов уровень там с 21 например но камеры без особых изысков то есть это хороший уровень флагманов но нет телефото модуля и это конечно может расстраивать посмотрите на снимки они неплохие но тот же с 21 ультра конечно обгоняет это снимки уровня там условного айфона назовем это так навел снял получил то что нужно мне не нравится как здесь реализовано селфи вы видите что я могу переключаться между режимами фотография видеозапись то есть не раскрывая аппарат и это конечно не очень удобно по одной простой причине маленький внешний экран он не позволяет получить представление о том как в общем то вот как вы будете выглядеть в конечном итоге но маленький экранчик такой четкие прям смотрю на себя любуюсь аполлоном неземным и так селфи камера это седьмой пункт точнее селфи камера а то как мы делаем селфи на внешнем экране скорее минус чем плюс цена устройства цена устройства 90 тысяч рублей при этом нужно понимать что за эти деньги вы получаете необычный форм-фактор но если сравнивать с аналогичными моделями samsung кто можно купить с 21 ультра с 21 ультра намного мощнее дольше работает и тут возникает вопрос кто вы рациональный человек или вам важна имиджевая составляющая зависимости от этого вы будете оценивать насколько эта цена адекватной или неадекватно ближайший конкурент там в россии мотора рейзер 5g стоит 120 тысяч рублей как первый клип поэтому вот этот аппарат он конечно прямых конкурентов на рынке не имеет и в этом плане мы получаем очень очень неплохое устройство которым вы можете пользоваться и поражать окружающих есть надуманная история про долговечность точнее долговечность мы немножко ее затрону недолговечность вот этого экрана что якобы экран умирает якобы экран при минусовых температурах лопается трескается и вот это все это уже вы знаете такой миф который идет не первый год про фолды об этом говорят я пользовался первым фолдом год вторым фолдом год сейчас у меня третий фолд будет зима основу я поеду куда-нибудь алтай байкал где минусовые температуры и буду пользоваться и я могу сказать что ничего не произойдет потому что технологии уже достаточно древние для самсунга они больше десяти лет и разрабатывали и она надежна в реальной жизни давайте дойдем до десятой причины и дальше уже подытожим десятая причина очень простая я говорил в причинах за об этом что это унисекс то есть это для мужчины для женщин но есть суровые ребята которые считают что западло с таким аппаратом ходить подумают еще что губки красишь пудреницы и вот это все для таких ребят конечно противопоказаны любые отсылки к гендерным продуктом потому что вдруг с 8 марта поздравит и вот это все одним словом если вы считаете что ваше окружение вас просто не поймет и придется объясняться что это не женский продукт тогда точно он не для вас вот этот стереотип тоже существует больших городах таких как москва он никого это не волнует да но если вы живете в небольшом населенном пункте где вы будете один из немногих с таким аппаратом мужчиной и другие будут завидовать вам и зависть будет проявляться в том что с каким-то бабским телефоном пошел если сказать хуже на бабский то это ладно хотя вы знаете мне кажется политкорректность или такая что бабский звучит как-то даже вот обиднее чем другое слово из трех букв но нельзя говорить про этих людей плохо потому что раньше знаете в 19 веке 18 веке в россии была только одна проблема это масоны и слово масон зачастую считалось чем-то вот таким а кто-то ругал во всем масоны виноваты сейчас у нас другая напасть одолели вот эти трехбуквенные наши медиа и не дай бог ты вспомнишь и сразу же тебя прям понесется да я гомотревожен сегодня видимо вот как-то реагирую на это боюсь это слово слово которое нельзя произносить пи 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 мы скажем да здравствует вот это все одним словом если вы такой то не покупаете этот аппарат тем более ну в общем вот все что хотел сказать про 10 причин посмотрите 10 причин за если вы этого не делали ну и появится обзор которым мы поговорим про все плюсы минусы этого аппарата не только те которые были перечислены в этих двух роликах но я расскажу о своих впечатлениях как ним пользуюсь что хорошо что плохо одним словом поболтаем с вами удачи хорошего настроения пока